крушение учебно-парусного судна конкордия это баркентина с остальным корпусом построенная в польше в 1992 году для колледжа west island в монреале она служила учебным парусным судном пока 17 февраля 2010 года не затонула она была построена колодом щицинским в апреле 1992 года ее корпус был сделан из стали помимо парусов она приводилась в движение дизельным двигателем мэн принадлежала программе west island колледж класса float 5 декабря 1996 года в результате взрыва на борту во время зарядки аккумулятора погиб член экипажа 18-летний дерек завиц в результате взрыва его выбросила за борт а его останки так и не были найдены а 17 февраля 2010 года конкордия столкнулась с тем что примерно в 550 километрах к юго-востоку от рио-де-жанейро в бразилии при бурном море и сильном ветре судно было опрокинуто на бок в течение 15 секунд и в конце концов затонула через 20 минут поскольку опрокидывание было очень быстрым радиосигнал бедствия не был подан но аварийный радиомаяк указатель местоположения сработал гидростатически и автоматически активировался когда судно затонуло место нахождения экипажа с студентами было определено в 15 часов 25 минут по местному времени на следующее утро в восемь часов и шесть минут морской координационный спасательный центр бразилии отправил факс в объединенный спасательно-координационный центр галифакса запросом информации о судне конкордия после попытки связаться с конкордия в 17 часов ровно в четверг был отправлен самолет бразилии который через три часа обнаружил спасательные плоты выжившие провели почти 30 часов на спасательных плотах прежде чем их заметил самолет с плотов были выпущены ракеты и самолет в ответ замигал посадочными огнями и направил к месту происшествия близлежащие торговые суда через 41 час после затопления экипаж благополучно оказался на борту спасательных кораблей все 64 человека а это 48 студентов 8 учителей и 8 членов экипажа находившихся на борту были спасены в сентябре 2011 года в отчете совета по безопасности было замечено что скорость ветра испытанная судном во время крушения скорее всего находилась в диапазоне от 46 до 93 километров в час поскольку кажущаяся скорость ветра увеличилась с началом шквала угол крена судна достиг примерно 23 градусов в течение примерно 2 3 минут без принятия мер по смягчению последствий наконец когда конкордия накренилась еще больше экипаж попытался выровнять ее но безрезультатно носовая и рубки не были полностью защищены от непогоды и поэтому восстанавливающая способность судна на больших углах была снижена а защита от проникновения воды была поставлена под угрозу в результате затопления продолжалось до тех пор пока судно не потеряла всякую устойчивость и не перевернулась то есть